Лето в этом году пришло на месяц раньше. Как только стало тепло, дети начали кататься на велосипедах, самокатах, скейтах, играть в подвижные игры. Как следствие, резко возросло количество обращений в травмпункты столицы. Привет, девчонки! Ой, Баранкин, что у тебя с рукой? Подскользнулся, упал, очнулся, гипс. Вовка, бедненький, вообще. Какой ужас. Именно дети чаще всего попадают в травмпункт. Ушибы, переломы, раны. У врачей своя статистика. Чем теплее на улице, тем больше пациентов. Дети в основном попадают как в первую половину дня, до 4-3 часов посыпают. Дети старшего возраста где-то с 8 лет до 16-17 лет. В 6 вечера обращаемся уже дети младшего возраста, когда родители заберут детишек с садика или гуляют с детишками во дворе. По недосмотру дети падают зачастую с горок, с качелей, вообще с карусели. Это дети до 5-6 лет. С 8-21 часа дети, которые не уложили вовремя спать. Это младшие дети уже. От нуля и так далее. Травмпункт, пожалуй, самое популярное место в больнице. Не менее 70 обращений в день. Если раньше рекордом считалось принять около 120, то сейчас в сутки больных бывает почти в два раза больше. В травмпункт приходят как на первичный прием, так и повторно. Например, маленькая Алиса сейчас лежит в травматологии вместе с мамой. У нас все банально. Мы упали с табуретки дома. У ребенка сотрясением мозга. Вот уже четвертый день мы лежим, но врач наш лечащий Владимир Николаевич сказал, что завтра уже нас выписывают. Все хорошо. 7-летний Алекс неудачно упал в школе. Результат – перелом пальца. Я вспомнил палец. Ну, мне про него прокатились рукой. У меня там кость рассыпалась, и половина там сломалась, и меня положили. Сейчас рука не болит, мы уже выписываемся, а палец болит. Теперь я не буду бегать, ничего себе ломать, и не буду больше сюда попадать. Более 500 тысяч ежегодно попадают в травмпункты. По статистике, от несчастных случаев умирает больше детей, чем от инфекций. Поэтому предупреждение травматизма – важная задача. Особенно во время каникул, когда у детей больше свободного времени. Они чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых. Причины травм довольно типичны. В основном это неблагоустроенность внешней среды, халатность взрослых, неосторожное поведение ребенка во время игр и занятий спортом. Поэтому все специалисты в один голос твердят – не оставляйте детей без внимания. Юлия Важенина, Бахтиер, Велиев, Республика.